Напомню, что мы продолжаем изготавливать анимированные примеры для бумажных учебников модуля 2 в изучении 40 изобретательских приемов. Напомню, что модуль 1 – это наши 40 уроков в классе, которые были записаны в 2020 году и которые уже в течение более чем года распространяются на территории России. Но нужно двигаться дальше, и те уроки, которые вы видели в классе, они, конечно, очень короткие, и к ним нужно продолжение, нужна нормальная бумажная рабочая тетрадь, в которой вы можете записывать свои мысли и идеи. И сейчас мы находимся в бумажной тетради номер 13 для более глубокого и детального изучения базы данных по приему номер 13, про которую вы уже многое знаете. В базовом курсе я вам показывал, что такое мотор стирлинга, и вы видели, как он работает, но здесь вы можете посмотреть значительно более детально. Мотор стирлинга был придуман священником в 1816 году, когда ему было 26 лет. Источник тепла находился у него снаружи, как вы видите, но спустя почти 30 лет был изобретен двигатель внутреннего сгорания, который мы очень хорошо знаем, на которых ездит большинство современных автомобилей. Он изобретен был Николаусом Аугустосом Отто в возрасте 44 лет. Я думаю, что он изобретен был раньше, потому что патент датируется 1876 годом, но дистанция между созданием изобретения и патентом иногда бывает и 5, и 10 лет, и даже больше. И здесь же хотелось бы сказать и о том интересном двигателе, который вы будете изучать в папке номер 14. Я немножко забегу вперед. Речь идет о двигателе Ванкеле, роторном двигателе Ванкеле. Чем они интересны, все эти моторы? Ну, во-первых, я забыл сказать, что если мы будем сравнивать ДВС Отто и мотор внешнего сгорания стерлинга, то вы увидите с легкостью, что мы используем дихотомию изнутри и снаружи. То есть источник горения может находиться снаружи, источник горения может находиться внутри, и это одно из содержаний эвристики номер 13, приема номер 13. Обратите внимание, кстати, на то, что мотор стерлинга теоретически имеет КПД до 46%, а мотор Отто, который, ну, вообще говоря, победил на рынке, раз мы в течение более чем сотни лет преимущественно пользуемся этими моторами, он имеет КПД всего лишь 25%. А мотор Ванкеля, который изобрел его в 55 лет, опять-таки, в 55 лет, 1957 год, это только дата получения им самого патента, а изобретение было сделано гораздо раньше, то есть в 55 лет он только закрепил авторские права. У этого мотора КПД достигает 45%. Но, опять-таки, обратите внимание на то, что объем дизельных двигателей, которые по сегодняшним данным имеют турбодизели КПД до 50%, доля дизельных моторов на рынке не превышает 10%, это известный факт. Доля моторов Ванкеля не превышает, роторных моторов не превышает, я думаю, что доли 1% среди моторов, несмотря на то, что у мотора Ванкеля потрясающее соотношение ватт на килограмм. У него просто очень плохая ремонтопригодность. А вот мотор Стирлинга очень долго ждал своего часа и внедрения, и наиболее весомые внедрения получились у него в космосе. В чем дело? Ну, дело в том, что изготовление мотора Стирлинга требовало значительно более высоких уровней обработки металлов и стали, то есть проблема была в машиностроении. И эти проблемы были решены существенно позже, чем уровень обработки металлов пригоден для изготовления двигателей внутреннего сгорания. Вот такая интересная история. Несколько слов о том, что... о том достоинстве, которые имеют гибридные книги, в которых есть и картинки, и тексты, и возможность посмотреть анимацию. Анимация, как правило, смотрится через телефон, в телефоне маленький экран, а в бумажной книге вы можете подробно и детально рассмотреть всю картинку, прочитать все тексты и сделать рядом какие-то свои карандашные пометки для того, чтобы зафиксировать какую-то возникшую у вас в голове идею. Спасибо. Спасибо. Спасибо.